Приветствую вас, дорогие мои девы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня прогноз я делаю и для дам, и для мужчин. Связан он будет с 2020 годом, то есть с событиями 2020 года. Вы, наверное, уже заметили, что в Ютубе очень много появилось информации на эту тему, информации астрологической. То есть в чём суть? В 2020 году в одной точке сходятся три планеты, три важных крупных планеты. Сатурн, Плутон и Юпитер. Я не буду вдаваться в подробности астрологические. Единственное, скажу, что как по утверждению астрологов, это событие может кардинальным образом поменять течение нашей жизни. Поэтому я решила с помощью карт Таро тоже спрогнозировать эти события и посмотреть, что же на самом деле будет. Как оно в действительности, будут ли переломными эти события. Если будут, то в чём, как и так далее и тому подобное. Не забывайте, друзья мои, что всё-таки этот прогноз общий, поэтому реагируйте на него адекватно. На мой взгляд, ваша задача выслушать его, сделать какие-то пометочки для себя, корректировочки, может даже какие-то выводы, что-то поменять, может у вас какая-то идея появится. Вот. Ну, или просто выслушать, выключить и забыть. Дело хозяйское, как говорится. Итак, друзья мои, давайте начнём. Что у нас получится. Итак, какие важные события произойдут в 2020 году. Начнём с внутреннего состояния. Какое же будет у вас внутреннее состояние? Какие неожиданности вас подстерегать будут в 2020 году? Какие тайные замыслы, какие тайные дела у вас появятся в этом году? Да, появятся. Так, дальше. Как сложатся у вас отношения? Деловые, любовные, семейные? И теперь самое главное, друзья мои. Теперь мы выложим три карты. Я так решила, что трёх достаточно. Которые нам и расскажут непосредственно о событиях. И что, как говорится, эти события принесут. Итак, какие же основные, кардинальные, переломные события могут произойти в 2020 году? Первая карта, вторая карта, третья. Это события. И последняя позиция, она нам покажет, или расскажет, как повлияют эти события на вашу жизнь. Как-то влюблённые. Очень хорошо. Так, начнём. Начнём, друзья мои, трактовочка. Внутреннее состояние ваше. Выпала у нас здесь восьмёрка жезлов и правосудие. Ну, внутреннее состояние у вас будет, претерпит изменения, так скажем. Да. Что-то у вас поменяется. Поменять, возможно, вы поменяете своё мнение. Возможно, вы поменяете свои какие-то принципы. Всё-таки мы говорим о годовых событиях. Возможно, вы решите кого-то покинуть. От чего-то отказаться. Откуда-то уйти. Может, уволиться. Может, переменять бизнес. То есть, понимаете, вот ваше внутреннее состояние будет, как бы, в внутреннем состоянии будут происходить какие-то метаморфозы, которые начнут менять вашу жизнь. Вот. Связано, скорее всего, это будет с чувством справедливости. Вот мне кажется, почему-то это чувство справедливости, которое у вас появится, оно будет в отношении себя. Хотя, ну, допустим, что вы посчитаете, что это правильно так. Это так справедливо по отношению к вам. Это так должно быть. Не знаю, может быть, это спровоцировано будет какими-то событиями, какими-то обстоятельствами, что вот такие метаморфозы у вас начнут внутри с вами происходить. Начнёт что-то меняться. Может, что-то крупное. Может, какая-то часть вашего внутреннего «я» поменяется. А может, вообще всё поменяться. Ну, давайте посмотрим дальше. Неожиданности какие. Здесь у нас выпала семёрка мечей и выпала восьмёрка пентаклей. Неожиданности. Знаете, вот сразу же идёт такая информация, что неожиданно вы можете заинтересоваться в двадцатом году каким-то видом деятельности. Может, новой специальностью, может, новой должностью, может быть, новым бизнесом. И начнёте неожиданно. Может, даже не планировали вы ничего этого. Понимаете, вам да и в голову бы, вот в этом году вам в голову бы не пришло, что вы можете заняться чем-то другим, а не тем, что вот у вас есть. Но у вас начнут прорисовываться какие-то планы, что ли. Вы делать начнёте наброски. А вот если так? А вот если так? А может, вот так? Понимаете? Начнёте, может, даже смотреть, как люди это делают. Как учиться у них, скажем так. Учиться, ну, грубо говоря, подглядывать за какими-то такими нюансами, за тонкостями этого дела, этой профессии, или этого вида деятельности. И всё это, понимаете, будет именно для вас неожиданностью. То есть, не запланированным. Дальше, что касается тайных дел, тайных намерений. Ну, сами видите, да? Здесь у нас выпала карта смерть и король чаш. Король чаш довольно-таки в такой интересной позе и в интересном месте. Понимаете? Сразу же по нему можно сказать, что человек что-то продумывает. Причём его мысли, его намерения, они скрыты от других. И он не собирается их афишировать. И причём, знаете, эти намерения, эти тайны, они имеют кардинальный характер. Они направлены на то, чтобы что-то кардинально изменить в вашей жизни. Вот так, как мне кажется. Не больше и не меньше. А что это уже может быть? Как говорится, самому Богу известно. А может и неизвестно. Но думаю, что вот ваше внутреннее состояние, вот эти изменения вашего внутреннего состояния, они как раз и приведут к таким делам. Вот так мне это видится. Дальше. Отношения. Что у нас с отношениями? Отношения, отношения. Выпал туз Пентакли и выпала девятка Жезлов. Ну, по деловым отношениям, если, то, в общем-то, можно сразу сказать, что... Вот, кстати говоря, возможно, даже и с этими, и с намерениями вашими, и с этими планами появится какая-то мысль, и вы захочете познакомиться, обзавестись новыми связями. Вот так вот, друзья мои. Ввести корректировку. Корректировки в ваши деловые связи. Что-то поменять там. Сделать более продуктивными эти связи, чтобы они вам приносили больше пользы. И эта польза, она вам для чего-то нужна. Для ваших именно планов. В связи, вот, может быть, даже с этими вашими какими-то идеями. И самое интересное, что вы, в принципе, это можете сделать легко. То есть, наладить эти связи, завести новые знакомства, коммуникабельности и харизмы у вас вполне хватит. Вы готовы уже будете в 2020 году начать проводить планомерно вот такой, не обмен, скажем так, а такие перемены, что ли. Переход. Переход к новым отношениям. Деловым, я имею в виду. Что касается личных отношений. Ну, личные отношения, я думаю, что, скорее всего, тоже намечается переход. Переход к совершенно... Ну, к изменению, что ли, отношений. Потому что изменение вашего внутреннего состояния, хотя, может быть, чувство справедливости заставило вас поменять ваше внутреннее я, ваш подход внутренний. Оно, конечно же, скажется обязательно и на отношениях с вашими партнерами. Я имею в виду любовными партнерами, семейными партнерами. Как-то вам захочется стабильности, уверенности. Вот не абы как, понимаете? А вот самое главное, я бы сказала, захочется стабильности отношений. Уверенности в партнере. Уверенности в завтрашнем дне. Что ничего не изменится. Как говорится, не будет предательства. И можно опереться на плечо партнера, не опасаясь каких-то там... Не опасаясь, что это плечо, как говорится, нырнет в другую сторону. Если грубо выражаясь. Вот. И вы будете этого добиваться. Уж каким способом? Сложно сказать. Тут все индивидуально. Возможно, вы вот подумаете над своим тайным планом или что-то, как говорится. Или, возможно, и это вот эти неожиданные ваши стратегические планы, которые у вас появятся. Может, даже связаны будут и с вашими личными отношениями. Вот. Ну, главное, друзья мои, главное, друзья мои, вам захочется стабильности. Даже, знаете, и финансовой стабильности, кстати, то же самое. Что стабильности в обязательствах друг к другу. Стабильности в ответственности. Даже, я бы сказала так, в отношении ответственности к друг к другу. Вот, пожалуйста, правосудие карты, она нам как раз и говорит, что если вы относитесь к своему партнеру серьезно, ответственно, стараетесь сделать так, чтобы было вам обоим лучше, то этого же вы потребуете и от своего партнера. То есть грядут изменения. Грядут изменения. Вполне возможно, даже вот если посмотреть на карту влюбленную, итоговую, не исключено, что придется делать выбор. Да, выбор. Ну, в случае того, что если, как говорится, партнер не пойдет на уступки, то тут же придется принимать какие-то меры. Но настроение у вас будет очень даже таким четким. Ну, не сказать, чтобы жестким, я имею в виду подход к этому вопросу. Но довольно таким уверенным, настойчивым, если можно выразиться. То есть вы учтете все ошибки своего прошлого и, в общем-то, не намерены больше наступать на грабли, на старые грабли. Постарайтесь миновать их. Вот как-то так, друзья мои. Ну, и теперь, как говорится, о самом главном. Что же там у нас с событиями? Ну, выпали, во-первых, отличные карты, друзья мои. Двойка мечей, шестерка жезлов, девятка чаш. Вот. На события. Ну, они, во-первых, они говорят, что вы будете очень довольны плодами своего труда. Довольны своими действиями будете. Ну, тут даже, как говорится, к ворожеям не ходите, если даже эти две карты посмотреть. Вот. То есть, если это касается работы или бизнеса, я имею в виду события, то... Ой, извините, извините, извините. То, друзья мои, вас примут в круг избранных в 20-м году. Кто-то получит заветную работу, кто-то получит должность, кто-то получит признание, почёт, уважение, кто-то удачно закончит какой-то проект, кто-то удачно продвинет свой бизнес. Если кто-то запланирует открыть своё дело в 20-м году, то это всё получится. Вот. Что касается личного характера событий, ну, например, бракосочетания. Карта, говорят, сбудется. Да, сбудется. Более того, вы войдёте в дом партнёра или партнёрши, как говорится, на равных. Ну, и вас, естественно, сразу же примут за своего члена семьи. К сожалению, это нечасто бывает. Но в данном случае, в вашем случае, здесь опасаться нечего, что вас не примут. Вас примут. Ну, конечно, вот у нас по шестёрочке по шестёрочке жезлов тут есть такой нюансик, что могут обстоятельства по бракосочетанию сложиться так, что этот брак будет у вас по расчёту. Ну, он того стоит. Стоит. И самое главное, он будет с вашего добровольного согласия и с согласия вашей партнёрши или партнёра. То есть, все будут довольны. Что ещё тут можно сказать? Не исключено, что некоторые события будут возникать как бы непредсказуемо. И времени как бы на раздумья особо не будет у вас. Да. Придётся принимать решения очень быстро. Ну, тут может быть и разные причины, почему вот именно так. Ну, например, неожиданно вдруг освободится вакантное место. Например, неожиданно сделали заманчивое предложение. Предложили сделку очень выгодную. Неожиданно представился случай переезда, как говорится. Продажа недвижимости. Ну, и так далее. Тут у каждого будет своё. Даже, знаете, даже бракосочетание может быть очень стремительным и незапланированным. губами. Да. Может и такое произойти. Ну, например, причиной такой стремительности может быть беременность. Такое бывает и довольно часто, кстати. Вот. Ну, вообще, двойка мечей вот в этой троице, двойка мечей, она как бы придаёт событиям налёт спонтанности, неожиданностей, неожиданностей, ну и в то же время, в то же время напряжённых умственных усилий. Очень напряжённых, очень напряжённых. Вот. Ну, самое главное, по итогу, друзья мои, по итогу события вам будут благоприветствовать, что очень важно. Очень. И это главное. Вот, ну, посмотрите даже вот на девяточку чаш, да, вы видите, как довольный такой мужчина сидит, всё у него, шоколадненько, всё у него просто изумительно, и он доволен. И вы будете довольны. Вы будете так же довольны, как этот мужчина на рисунке. При любом раскладе, понимаете, при любом раскладе событий, что бы ни происходило, какие бы события, вы будете довольны. Даже, несмотря на то, что они будут неожиданными и в какой-то степени могут вас вести на первом, в первом впечатлении, может, какой-то ступор, может, что делать, а как поступить. Ну, это, как говорится, будет первое мгновение, потом вы с себя придёте и уже будете делать так, как вам нужно, так, как нужно поступить в этой ситуации. последняя позиция карта влюблённая. О чём она нам говорит? Ну, во-первых, что влияние событий на вашу жизнь, вот в этих событиях, оно будет очень значительным, так как всё-таки карта влюблённая старший аркан. вот. Также этот аркан говорит, что вам неоднократно придётся принимать важные решения. Делать выбор, да, делать обязательно выбор между какими-то, не исключено, что между непростыми вариантами. И это касаться может быть как и любовных, как и деловых отношений, ну и вообще и других сфер жизни. Тут, как говорится, так как мы не делаем акцент на какие-то сферы, это будет годовой прогноз, там я буду уже непосредственно каждую сферу разбирать, что она несёт для каждого конкретного знака. Но это будет потом. В данном случае мы как бы делаем общий обзор. Вот. Поэтому карта влюблённая она в первую очередь говорит, что обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Почему? Да потому что право выбора всегда будет за вами. Вот так это, друзья мои. Вот такой прогноз у нас получился. Я считаю, что очень хороший прогноз. Да, не без шероховатостей некоторых, но то, что год вам принесёт изменения, мы это уже видим по внутреннему вашему состоянию. по неожиданностям. Ну и честно говоря, по вашим тайным замыслам тут тоже что-то назревает, 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 будет вернее назревать. Вот. Так что год будет интересный, друзья мои. Ну что ж, я вам желаю, чтобы оно и было для вас интересным, перспективным, чтобы у вас всё сложилось. Если какие-то планы наметятся, то чтобы они не сбылись, сбылись точнее. Вот. Ну и, конечно, здоровья. Здоровья, любви и счастья вам. И всех благ. До новых встреч на моём канале. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова